Ночью 25 апреля в городской библиотеке можно было наблюдать мистические картины и загадочные явления. По всей стране прошла ежегодная акция, во время которой по традиции посетители могли не только читать книги, но и увидеть, как оживают их сюжеты. Краснознаменский библионочь 2014 состояла из трех частей – библиотечный квест, спектакль и творческая бессонница. Уже третий год по всей России проходит очень интересная акция. Библионочь. Эта акция рассчитана, в принципе, на взрослых. В этот день задолжники сдают свои застарелые долги, какие-то проходят мероприятия, но в основном все для взрослых. А вот дети тоже захотели вечерком поприсутствовать на мероприятиях, повеселиться, почитать книжки именно в этот день и в рамках этой акции. И получилась такая маленькая детка у библионочи, которую назвали Библиосумерки. Первой частью мероприятия стал библиотечный квест или Библиосумерки – марш-бросок по библиотеке для учащихся седьмых классов гимназии номер два. Задания готовились по произведениям трех классиков русской литературы – Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Две команды получили карты и следовали разными маршрутами, полными интересных захватывающих приключений. Каждый отдел библиотеки – это определенная станция. Станция Гоголя, взрослый абонемент. Там нас встречает Солоха с чертом. На детском – это станция Пушкин. Там встречает старуха из «Золотой рыбки» о сказке о «Золотой рыбке» и котик – маленький интересный наш читатель. В квесте можно было встретить оживших героев различных литературных эпох, костюмированных персонажей и инкрустированные под старину предметы интерьера. После двух часов путешествий по тайным ходам и закоулкам библиотеки, закрытых для глаз читателя, по результатам решения сказочного жюри победы присвоили учащимся седьмого А-класса. Тем не менее, все дети получили небольшие подарки – значки с изображением Лермонтова. Мне очень понравился этот квест тем, что мы очень быстро бегали, играли очень хорошо. Мне очень понравилась эта библиотека. Там очень много интересных книг. Я очень рада за свою команду. Мы наконец-таки победили седьмой А-класс. Они постоянно выигрывали нас. После «Библиосумерек» наступила пора второй части мероприятия. Театр-студия Академия Кухры-Мухры представил спектакль по одноименной поэме Пушкина «Анжела», режиссерами которого стали Ирина Есина и Максим Змеевский, после чего началась творческая бессонница. И, собственно, наступила сама «Библионочь». Почетными гостями вечера были Наталья Яковлевна Моторная в сопровождении литературного объединения «Дебют» и специальная музыкальная группа «Мелодии ветров». И только те весны Все нам расскажут о душе И мы вернемся вновь Из пепла тьмы извне Когда пробьет наш час И мы окажемся в земле На лучах света не погас Мы изменили жизнь уже Это позитивное мероприятие, на самом деле И как бы дает больше возможностей Таким людям, как мы, выступать на таких вечерах Чтобы люди нас тоже слушали Понимали, что мы поем и что играем Творческие люди имеют возможность Собраться в такой теплой душевной компании И высказать свои мысли Свои эмоции, свои чувства Жизнь удивительная штука И сложно не заметить каких-то интересных моментов И не записать это в виде прозы Либо стихотворения Либо музыкальном оформлении Свободное общение творческих людей Творческая бессонница Началось 21 час и продолжалось до полуночи Напитки, угощения с интеллектуальными разговорами И стихийными выступлениями Создавали уютную домашнюю атмосферу Где каждый мог высказаться И представить свое творчество товарищам Ты можешь пережить эпоху трудных лет Тебе нельзя здесь быть Тебя уже здесь нет Рыдаешь светом звезд Уходишь в никуда Твои пути и сплет Творческая бессонница Творческая бессонница — это хорошо Потому что в моем случае Только бессонница бывает творческой Насчет творчества То у меня разделяется оно То есть это могут быть и стихи, и песни, и даже прозы Что-то пишется чаще, что-то реже периодами Я не люблю прощанье, расставанье Избитых фраз, дежурный бутерброд Люблю, чтоб доллар шерестел в кармане И горка радостно смотрела в рот Люблю индейку в луковом отваре Шотел в бокале И модели вкус Чтоб дама в декольте Мигнула в баре А я б мочил в шампанском Рыжий укс Вспомнил он, как десяток весен назад Мальчишку в школьном дворе В бумажный кораблик по лужам пускал Как о море мечтал на заре Как смолил старый соседский сарай Испачкал ботинки отца Как от сторожа со всех ног подирал Ведь украл Псал в треку В эту ночь библиотека стала не только местом встречи с книгой Но и с людьми Каждый, кто присоединился к мероприятию Получил заряд положительных эмоций и творческого энтузиазма Каждый сказал то, что хотел Этой ночью в библиотеке можно было увидеть воплощенное слово Несмотря на то, что у современного человека имеется множество других возможностей Обзавестись необходимой ему литературой и пообщаться Библиотека живет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!